Он сказал, что он пригласит меня на ужин. Я ожидал что-то русского, вроде икры. Но он пошел в туалет. Он начал польать польные. Иппетит. Картофель. Где? В унитазе? В раковине. Иппетит. Электрическая плита. Мочке от унитаза. Иппетит. И он положил туда сосиски. Он сказал, что это настоящий русский ужин. Он правил. Водка? Ребенок придет к нам. Он мог. Он мог закончить бутылку водка каждую ночь, но он был очень простым человеком, он не был хобби или спорта, может быть, он делал шки в парке. У него была машина как итальянская, Fiat. Он очень быстро ездил, ему уже было 72 года. Он работал почти до 80 лет. Он был рожден 1 января 1900 года. Это легко считать, какой же у него был возраст. Он живет до 86 лет. И это было его жизнь. Наши вопросы? Наши вопросы? Аплодисменты. 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 Можем, вы можете объяснить о нем, Сенпо? Сенпо. Сенпо. Тиуне. Субтитры создавал DimaTorzok И так вопрос был о втором имени Сэмпо Дело в том, что поскольку было уже однажды отказано в русской визе Когда отец выписывал себе паспорт, то он слегка изменил имя Поскольку пишется иероглифами, то настоящее имя Тиуне Слегка изменил иероглифы читалось как Сэмпо И вместо Сугихара, Сугивара В книге доктора Вахактика написано, что люди называли моего отца Хаунаси Сэмпо, но это неправда Мой отец приехал навестить меня в Иерусалиме в 1971 Мой отец приехал навестить меня в Иерусалиме в 1971 Мой отец приехал навестить меня в Иерусалиме в аэропорт И он дал Сэмпо Сугивара паспорт Именно тогда он связался с доктором Вахактиком и сказал, что у него вот этот вот фейковый паспорт И предупредил, что его когда будут забирать в аэропорту, что у него такое имя И нам не очень приятно, когда люди называют его Сэмпо, поскольку это не его имя Почему он так хотел работать в России? Почему он так хотел работать в России? Он не мог найти лучшие работы в Японии Он мог использовать русский Он был даже лучше Русский был даже лучше, чем русские люди У него был офис в Москве И у него была русская секретарша Но после того, как она закончилась Он должен был исправить русский У него был офис в Москве И у него была русская секретарша Но после того, как она заканчивала печатать Он приходилось перепроверять и исправлять ошибки Русская жена была А вы ее убедите? У него был ребенок с русским мужем? Нет К счастью, нет И это была причина их развода Но он продолжался в связи с первой женщиной Клаудией До того, как она умерла Она была в Австралии После того, как она была в Австралии Но он писал книги И она писала книги Но он поддерживал с ней отношения До самой смерти она была в Австралии И они переписывались Он очень ответственный человек Он был очень ответственным человеком Он был очень ответственным человеком Он любил о любом И заботился об всех Как сегодня в Японии относится к нему поступку Он знает о нем Бог Как организм яс его деятельности в Туферии Сегодняшний депутат Это все, что хорошо Разглажно Люди говорят, что он просто героев Но еще в Министерстве с сооружением против него. Люди говорят, что он герой, герой в Японии, поэтому все сложно, потому что Министерство Иностранных Дел все еще против него. Если я правильно, полицы-жевые-режимы были очень маленькой времени в Каунах, чтобы идти в любом месте. И после этого они автоматически становились союзными гражданами, и у них нет возможности жить союзными союзами. Да, это правильно. Может быть, вы знаете больше о нем? Если я не ошибаюсь, еврейские и польские беженцы в Каунахе, у них было очень мало времени для того, чтобы куда-то оттуда сбежать, после чего они автоматически становились советскими гражданами и не могли выехать никуда. Есть два проблем. Один проблем был, что русские заявили, что все союзные эмбассы и консулы будут закрыты. Потому что, что вы нужны в Литвуэне, когда Литвуэне были только република в Советском Союзе. Тогда консулы и эмбассы существовали в Москве. Итак, было две проблемы. Первая проблема — это то, что советская власть сказала закрыть все посольства и консульства, поскольку Литва остановилась Советской Республикой, то все нужные посольства находились в Москве. Вторая проблема была та, которую вы упомянули, что если на 1 января 41-го они не примут советское гражданство, то их просто изгонят из Литвы. Но вы должны понимать еще одно, что были очень жаркие депутаты, использовать или нет эти транзитные визы или визы на Курасау. В другом случае, на одной стороне, были люди, которые сделали каждый effort, чтобы получить такие документы, и после Нобуки с папой, Чиона Сугихара, уехали в Японию, они нашли другую способность получить визы. С одной стороны, были люди, которые всеми силами старались получить эти визы, и даже после того, как Нобуки Сугихара покинул, Чиона Сугихара покинул Каунас, они все равно это сделали. Это было сделано, чтобы купить бот-текеты из Владивостока до Царуга. Царуга – это депутат, где они приехали, с Н.Y.К. Каиша – это депутат. Они покупали билеты через специальную компанию царковую из Владивостока до города в Японии. И я вам скажу еще одна вещь, что я нашел очень интересным, что я написал об этом в моем докторе, что было 2,660 рабби и ешива студентов, которые были граждане в Литвуане. Еще одна интересная вещь, о которой я написал в своей докторской диссертации, о том, что было более 2,000 рабби и студентов ешива. Они были 20 различных ешива. И among the heads of these ешива, there was a very big debate over whether or not to take the visa to Kurosawa and the Japanese transit visa. И они, главы этих ешив, не могли договориться между собой. То есть, нужны ли эти транзитные визы использовать или нет. Потому что они боялись, что любой, который покинет советскую Литву, будет выслан в Сибирь. И только один из глав ешив, это был глава Мирской ешивы, который был убежден, что это единственный способ избежать. И поэтому некоторые из вас были вчера. Вы пошли, чтобы вы посмотрели, посмотрели на мистер Сугихара, в памяти. Они единственные, в которых ешива была убеждена. И другие, единственные люди, которые убеждены, были те, кто убежден, или сделал то же, что их ешива сказали. И вчера вы, наверное, многие видели открытие мемориальной доски отцу Сугихара на этой ешиве. И это единственная ешива, которая поверила своему главе, который был убежден, что так можно не спасти. А там это было в вид? В этом? Валя мы цепите в торгенце. Можно сказать два слова просто. А по-русски вы тоже понимаете? Русский. Я хочу сказать несколько слов, если можно. Я из Израиля и из Беларуси однопередная. И я руководитель проекта Корни. И каждый год привожу со всего мира группы в основном в Беларуси. А, а есть название проекта на Еврите? Корни. Шураши. Шураши. И каждый год у меня бывают, конечно, группы, и я обязательно бываю в мире. И 21 год я рассказываю людям эту историю. Израильтянам, американцам, канадцам, австралийцам, евреям, которые приезжают со всего мира. И процентов 80 никогда ничего не слышали об этом. Ничего не знали. Я рассказываю не потому, что откуда-то... Вы знаете всю эту историю, которую написала Людмила Улицкая, визы в жизни и так далее, потом поиски в интернете. То есть это история. Но то, что я сегодня услышала из первых рук Иисуса... Маленькие литературные... Это детективная история, которую любой талантливый режиссер может получить за нее не знаю какие премии. Но я просто хочу сказать. Он сказал, что он захотел быть самостоятельным и заниматься алмазами. Так вот, из любого маленького камушка может быть шикарный обработанный алмаз, которому не может быть цены. И цена поступка его отца это уникальная. Он просто еще сказал одну фразу. Он был очень скромный и простой человек. Поэтому на скромных и простых людях мир держится. Огромное имя. А завтра можете приходить на мою презентацию. Десять. А как назовитесь, пожалуйста? Тамара Бородача. Завтра десять. После завтрака. Я хочу добавить один элемент. Я думаю, что это очень важно. Я хочу добавить еще пару слов о том, что не было сказано, но это очень важно. Как эта история началась с двух жителей Голландии, которые учились в Ешиве Терхай. Голландия уже была оккупирована нацистами. И они не могли уехать домой. Они пришли... Голландский консул. Голландский консул. Голландский консул, который был представителем Филиппского компании. И он также работал с представителем компании «Филипс» и он сидел в Ковне и также функционировал как консул. Их идея была поехать в Индонезию, потому что это тоже была собственность Голландии. Он им сказал, мне надо ехать в Индонезию, непонятно почему. Лучше едьте на Курасау. И он дал им визу, в котором было два пункта. В первом пункте говорилось, что, допустим, Натану Гудману разрешается объехать на остров Курасау. А второй пункт был, что правительство страны должно подтвердить его прибытие. Натан Гудману взял эту визу и отнес доктору Вахаптику, который был главой полиских беженцев Литве. И для тех, кто не знает, Вахаптик был позже министром религии в Израиле и одним из тех, кто подписал декларацию. Он был религиозным сионистом. И когда он увидел эту визу, он отправил Натана обратно к Цвайденбергу и сказал, задаем ему два вопроса. Может ли он выдать эти визы людям, которые не являются голландскими гражданами? Потому что, конечно, он имел свои обязательства перед голландскими жителями, Донатаном Леоном, но перед другими нет. Он сказал, да, хорошо, пожалуйста, если вы сможете заплатить. Оплата была два добора, одиннадцать литров. Второй вопрос был, а можете ли вы не печатать второй пункт? Ну, в 1960, I think it was 1960, I'm not sure exactly when, the person who was the governor of the island of Curaçao came to Israel for a visit. И, конечно, он захотел встретиться с Вахаптик. И первый вопрос, который задал вам в Вахаптик был, а что бы вы сделали, если бы все эти люди приехали в Curaçao? И он сказал, я бы их не принял, был ответ. И все в том, что люди, евреи, да, хотели убежать. И все в том, что евреи хотели убежать.